доброе при доброе время суток всем у нас сегодня город таллинн 8 марта 2024 года день недели пятница с которого всех поздравляю раннее таллиннское пасмурное утро за бортом у нас порядком минус одного градуса кроме пятницы сегодня еще женский день так что мои поздравления задумался кому будем толерантными всем кто считает себя женщины так давайте начнем с погоды неделька выдалась достаточно холодной после 3 4 5 6 7 градусов тепла вы знаете минусовая температура дает о себе знать хотя обычно уже к обеду разыгрывается опять идет плюсовая ну плюсовая так скажем легко плюсовая температура любом случае когда вы хочешь из дома и не на машинах значит ночью был мороз холодно но есть позитивные новости если верить синоптиком вот кто верит синоптиком на следующий день у нас даже будет и 7 градусов тепла на всякий случай перри проверю свои слова до 56 будет начиная с следующего понедельника и до воскресенья так странно что по утрам когда обычно сейчас ездил в течение четырех дней светило яркое солнце настолько ярко настолько весенние что приходилось одевать даже защиту на очки от солнца и закрывать козырек это не всегда было все хорошо видно сегодня пятница и почему-то такая пасмурность в пасмурность от одно дело оно еще и туманное но намного меньше чем было на прошлой неделе на прошлой неделе это вообще жизнь была и целую неделю держалась как-то так о погоде все сейчас с вами по ним я еду в сторону марту города по ним через центр города почему потому что четыре дня которые ездил по дороге на которой мечтается короче образуются пробки клянущие пробки в которых я не хочу стоять и ждать пробки образовались после того как с понедельника у нас нашим города градоначальники решили заново и вознаграждение 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 работы по благоустройству города и начали перекрыли какие-то улицы насколько я понял осадимый какой туман соборы александра невского вообще не видно сейчас посмотрим насчет глиного германа как там будет знаете он тоже как как в туманке такой и перекрыли короче как какие-то улицы наши городские начальники и для того чтобы направить трамвайные линии по новым путям понедельник это был коллапс во вторник тоже в среду в среду в четверг тоже был готов ты уже знал что такое может быть поэтому отнесся уже к спокойнее и на данный момент мне показалось я почувствовал что лучше пойду через центр города мне кажется здесь будет пробки если не короче с чем я сомневаюсь нет и нибудь поменьше человек и сказал если в прошлые дни мне приходилось стоять на улице сыпруза на улице там сара и то здесь я думаю что если будет пробка то где-то только вот здесь но мое такое ощущение дак по количеству будет меньше достаточно по длине наверно тоже там стояли в два ряда и хвосты реально были длинные короче не знаю что проверим посмотрим еду я не по выезду почему потому что ну мне кажется что я в этот раз умнее вейса когда я выезжал из дома мне направлялся чистом сыра ехать было написано что прибытие 8 42 сейчас осмотрю 8 39 что-то значит значит на три минуты я умнее вейса а так время покажет трудно сказать комментировать насчет того что хорошо делают наши служители народа в городе таллинн или хорошо чисто для автомобилистов конечно это шок чистейший шок и каждый раз когда это начинается начинается неожиданно говорят что нигде ничего не пишут ты понедельник выезжаешь и вот такой тебе здравствуйте здравствуйте и попадаешь вот в такие ситуации но это смотришь проекты которые а я будут сделаны точнее конечный результат ты видишь что таллинн действительно он преобразуется в какой-то преображается в какой-то так вы знаете современный новомодный город закрываются вот эти не закрываются а строятся и переделываются все под какие-то современные все стандарты не надо не европейские современные стандарты которые польши мне кажется рассчитаны на пешехода а так как я на работу езжу мне еще на работу ездить на машине три недели очистите я сама такие же пешеходов полностью поддерживаю то что происходит в городе вла смотрите как конечно на шутки шутками но действительно по картинкам сделанным проектом что планируется к чему планируется мне кажется будет красивее и современнее то что заставляют потихонечку выжимают выжимают в автомобилистов из города до это чувствуется об этом я говорил еще дал подавно но сочи когда все сделается тогда увидим тогда посмотрим тогда будет точно ясно сейчас понимаете это все во время стройки во всех проектов ничего не понятно любом случае потом когда это все заканчивается влете здесь тоже опять стройка какая-то все намного интереснее и красивее смотрите интересно что знак сужение дороги и вот этот желтенький желтый а на нем висит колпак кто-то видимо с какой-то машина отскочила кто-то взял его поднял с проезжей части и повесил его на знак зачем чтобы следующая машина не наехала него так что я хотел сказать я не видела проектов трамвайных линий одно знаю что одна линия я проезжал так я не понял а вот так вот так вот сделали где там в левой стороне будет разворачиваться в сторону городского пола почему влево сейчас мы будем проезжать и сейчас проедем даже эту линию кстати поэтому наверняка и стройки вот здесь вот такой вот город у нас каждое лето и начиная с весны заканчивая морозом его не понимаю как так экран даже в порта франко что-то делает вот здесь сейчас мне приезжать трамвайную линию найдет справа налево а я об этом поможет даже и говорил две линии туда и обратно как вариант я думаю что она должна пойти через порт но было бы логично да ё-моё ничего не понял про это на красную на красном заметили сарямба я поехал за всеми бывает и вот здесь смотрите опять у прикрыли улицу обычно я ехал здесь было двухстороннее движение и на каждой стороне по две линии сейчас смотрю правую линию по ахты вот это вот закрыли и и свободно вот это по одной линии в каждое направление так понимаю хотя с правой стороны махты что поедем посмотрим а не смотрите все вижу вот так вот можно было понял все все смотрите в сторону перед а идут две линии до 2 города 1 с утра на работу тут наверно хотел сказать жесть должна быть нет ничего нет стоят . машину вот такой вот у нас движение вот такой вот у нас трафик начинается понедельника ну не знаю ну не знаю судите сами видите уже на стройках люди вовсю работают ну здесь трамвайные дени ну здесь трамвайные дени хотя вы знаете вам скажу так что если не ошибусь нам какой-то вице-мэр города обещал что такого как в прошлом году ну тут точно не будет ну куда мы едем вот я не понимаю даже что сделали наверное надо было для начала узнать как дороги будут у нас проходить так все в любом случае мы выбрались я немножечко даже в таком шоке если бы поехал бы по тамсара я бы действительно там бы встрял а сейчас уже дорога на мосток полностью открыта можно ехать теперь улица Рейдите лас на мэ им будет мардум так что я хотел сказать хотел я сказать что вчера мне подогнали теплый молдавский подарок за что я очень благодарен благодарим звание потому что еще это с Молдавии что можно привезти с Молдавии кроме вина а? действительно еще теплую погоду бы смотрите а встречка тоже почему-то с какими-то ограничениями что-то тут разделили не знаю что не знаю почему с правой стороны новый дом построили по-моему мы его не проезжали еще и гаражи вот гаражи это гараж в центре города это вам не просто гараж гараж со скажем на улице Рейдите это это вам не просто так с правой стороны кстати какие-то какие-то старые производственные складские помещения но такого знаете неживого неживого типа даже непонятно происходит там какое-то движение или нет я сейчас вспоминаю я даже не помню что здесь было раньше до этой улицы а с левой стороны это уже портовая зона где стоят в отстойниках фуры если не ошибусь опять же вот здесь будет поворот налево они заезжают отсюда и выезжают тоже именно грузовые машины опять же есть не ошибусь и соответственно у нас здесь что скоростной режим не нарушаем на рейде ты у нас 50 км в принципе можно сказать уже скоростной режим так как ограничивать по городу по центру 40 и 30 то 50 это скоростной режим грибионы какие-то поставили вот ну а стати говоря на прошлом разе в прошлом разу в прошлый раз в прошлом видео я говорил о смене работы не знаю куда вы взяли что я решил сменить направлением чего работать я буду по направлению просто как его называется я не говорил я не говорил что у меня это что-то в своей сфере сфера тоже место другое на одном месте все не надо дергаться с одного на другое системы одни и те же проще выработать себе алгоритм работы исправления ошибок пересматривать видео не буду вы правы так давайте дядючку тоже пропустим я смотрю что с левой стороны певческое поле и спуске с горы еще остались даже и снег вот интересно подъем в гору я на этой машине смотрю на третьей скорости она на пределе работает включаешь вот четвертую она уже не тянет вот не тянет и все на какой скорости подниматься здесь я не понимаю так сейчас уже 53 километра у меня с утра видно сразу всякие разные машины которые работают фирмах обслуживания стелка врион какие такие четыре этого прийти всякие разные утренние задания когда стоишь на фитофорах едешь на работу постоянно видно эти капучки другие какие-то машины уже груженые уже получившие задания едут на исправление ночных неполадок на когда квартал с левой стороны а уже базы хотел сказать буду строить квартал нет ничего уже построили так между прочим где там не было а дома стоят и дорога такая сделана туда сейчас все ну ладно не знал бывает лас на мяе в тумане очень красив почему потому что не видишь этих старых домов лишь только одну дорогу когда-то было время даже я его помню лас на мяе было очень много каких-то пустырей была недостройка жесткая такая действительно ощущение было какого-то не ухоженного района это мои личные ощущения личное мнение со временем засели за засели засели высадили деревья начали строить новые дома и в последнее время район настолько даже как скажу в последнее время года четыре пять шесть района стал более ухоженным настолько более-менее современным очень много много зелени и деревьев мне уже сказать что-то с каменной джунглей язык не поворачивается опять же все это мое личное мнение я могу я ошибаться но уже порядком 12 лет в этом районе живет моя мама поэтому мне приходится бывать здесь достаточно часто да и принципе по работе по работе стараюсь проезжать или по этой улице или же по канаве по улице лагма по карьеру не знаю как сказать вот снижаем скорость Здесь такое ощущение, что зима она вступила Не знаю, на меня такой холод что-то попротянуло И машина, я смотрю, тоже вынеет огон И даже, знаете, если не шибусь по правой стороне, по дороге тоже такое типа что-то похожее на диней Ну теперь умная мойка Странно, что показывает сейчас 37 минут, 5 минут выигрыша В любом случае, в любом случае, я поехал правильно, мне кажется Нигде не стояли, ни в каких пробочках Перпендикулярно нам улица Мустаки Мое личное мнение, оно делит основную часть ластами от дальнего ластами Для меня, для меня, за этим мостом я бы назвал бы это дальним Ласта, в принципе, там где живет моя мама Раз, два, три Я бы сейчас, наверное, ластами поделил бы, наверное, на 4 таких, 4 зоны Вот то, что за мостом, это Лина, Ляна, Мерик, Кивила, Кербери Потом отдельный район, этот Пасеку, где вот сейчас мы проезжали, там где церковь была И основное ласта, которое отстается справа И также я выдел бы один еще райончик Майака Опять же, это мое Личное мнение Основанное только на моих личных ощущениях И видение Это домик с правой стороны Его так давно отреновировали Сделали крышу Его утеплили Один, наверное, из самых первых домов Которые отреновировали Полный, что называется, по программе Начиная от утепления, заканчивая крышей Не так чисто, с торцов что-то Или чисто только крышу какую-то Не, полностью его сделали Кстати, интересно, что вот на этих панельных домах Для чего делают крыши Сейчас-то я знаю, для чего Сейчас на панельных домах делают такие крыши Для установки солнечных панелей А зачем раньше это сделали? Сколько? Дет 15, наверное, уже назад Здесь 15 лет Зачем сделали? Может быть, чтобы вода не собиралась Хотя, вроде бы, насколько я знаю Все панельные дома Предусмотрены к тому, чтобы там было скопление воды И также его слив по сточным трубам наружу Ливневки, так называемые Сейчас это будет, наверное, последний светофор Один из последних И уже будем на месте На том мы и закончим Утренний танецкий проезд пятничный Через какие-то, видите, 8 часов Будут Будет Наступят выходные Вот интересно, машины здесь запаркованы А где их не владельцы? Вот в каких домах они живут? Вот в этих, которые сейчас Представляете, идти 300-400 метров Да? От машины до До квартиры Что? Не очень, не самый лучший вариант, да? Ну, нет, видите, парковок перед домом Ну, вот стоят два домика И сколько там? Пять подъездов И 15 машин можно запарковать Здесь вообще кто-то оставил машины Непонятно, где, кто, куда Я знаю, что два района Лас-Наме и Мустаме Там реально Потому что Лас-Наме пожестче С машинами С проблемами парковочных мест В этом Грубо говоря, это конец города Конец Сталина И Вот здесь был магазин Север А чуть дальше, вправо На другой улице Есть магазин Призма Который закрыли Нету клиентов, наверное Странно, что на территории Эстонии Те магазины только строят Строят А тут такой магазин закрыт Почему? Туда народ не стал ходить Трудно сказать Трудно сказать Речка Перита Внизу река Я смотрю, там машина По обслуживанию Что-то делает Убирают А, убирают На берегу стоит место Для отдыха Столик с крышей Где люди могут приехать На берегу реки Отдохнуть Сделать шашлык И я смотрю Сейчас там стоит Машина Убирают вокруг этого Столика На столике Может быть его чинят даже Потому что некоторые Очень бурно отдыхают Очень бурно отдыхают Знаете, я приехал на место Почти уже Рад, что достаточно быстро Удалось это все сделать Линус это Линус это городище Городищенская улица В своих словах Человек должен быть лаконичнее Видите, не все работают В Таллине Некоторые из Таллина Едут в город Марду работать Там очень много Сейчас складов Всяких Стоп-офисов Опять же Порт Муга Есть там что-то еще Видим в Марду Город Марду ехали Опять же Где-то склады Хранение Видите, этих Контейнеров И все налоги Никто не хочет Сталин ехать Кто работать-то будет Чай на шиппинг Спорт Спорт это Класс Спорт и здоровье 8.34 Человек бегает с собакой Скажите, где он работает? Я тоже хочу 8.34 бегать с собакой А не вот это Вот все Итак, давайте На этом мы закончим Пожелать хочу Всем мира, добра, уважения друг к другу А осторожно на дорогах Они очень скользкие с утра И всем вам спокойного города Как наш Танин И обязательно постараемся встретиться В следующую пятницу Субтитры сделал DimaTorzok